Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это краткий выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Итак, середина февраля 2024 года. С прошлого ролика прошло две недели, в котором много было интересной информации и вот новой свежести. Поехали! Начнем, пожалуй, с этого. Отдельная благодарочка сосиски и ланели. Как вам такое, друзья? Над спинозавром идет работа? Вы только посмотрите на этот подводный захват спинозавра плюс наземный захват и укус спиноча. Да, конечно, если вы подумали, что спинозавр вот-вот войдет в ворота и в римы, нет, не стоит накручивать таких мыслей, это на грани фантастики. Скорее спойлер и не более, но отнюдь, аж я даже слюнями обтек. Меня спрашивали, каким будет укус тернозавра. Механик. Механика его. Вот краткий ответ. Он будет наподобие, когда Дейназух выпрыгивает из воды и хватает жертву в пасть. Но здесь будет больше крови и ужаса. Представьте себе это. И некоторые переломы вам будут обеспечены с укусом. Хорт-тестинг до сих пор идет. Если, конечно, на момент выхода ролика не вышел патч, то время роста будет изменено в сторону игроков, которым не особо понравился длительный рост динозавров. Но что преимущественно, Дейназух и Стегозавр будут расти дополнительно час или полтора. Переход игры в основную ветку Эврима. Для тех, кто боится потерять Легаси, у вас есть дополнительно точно очень много времени. До этого еще пару лет. Мимикрия Траодонов. Для тех, кто не в курсе. Траодоны получат механику имитировать голоса других динозавров. Заявлено было еще полтора года назад, но с их выходом эта механика отсутствует. Что сказал Донди? Эта механика выйдет с одним из крупных обновлений в игре. Но не уточнил с каким. Главное, что она будет. Уже плюс, что не забыли про нее. Также новые механики будут со временем изменены у других динозавров. Плюс в том, что они поменяют полностью геймплей и сделают его еще увлекательнее. Какие точно, не уточнили. Слухи или нет, команда аниматоров часть небольшого времени занимается анимированием модели Кентразавра. Вот это да. Идем дальше. Амарок. Ведущий программист лично с позволения Донди занялся разработкой Пситакозавра. Скорее всего, конечно, времени много не уделяется, потому что ему взвесили еще и небольшую переделку Getaway на теми местами, где игроки абсолютно не ходят, а также над пробелами части карты, где нет вообще ничего. Возможно, речь идет о разработке нового здания для людей, а также знаменитого порта, который, скорее всего, будет расположен где-нибудь на восточной части карты в традициях Legacy V3. Короче, также идет пересмотр всех спам-ботов, которых неправильно нанесли маркерами на карте. Интересно, что раньше не замечали, что ли? Ну и напоследок. Интересно. Еще раз про норы Дриозавра. Рыть их можно будет только на ровной поверхности. Плюс ко всему, норы смогут иметь два входа. С размером пока разрабы определяются. Да, над ними работают, если что. И, что интересно, в норы Дриозавра сможет попасть любой желающий ростом с последнего. Так что не думайте, что вас может спасти нора от опасности. Ну а если понравился ролик, палец вверх, подписка на канал, комментарии, колокольчик. Ну все дела ты понял. Хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok